Водио Джангл Водио Джангл Водио Джангл Первоначально этот авторитет состоял в клане Деда Хасана и полностью его поддерживал, однако в какой-то момент он в союзе с Константином Борисовым, Костылем и еще несколькими славянскими законниками отделили самостоятельный клан. Родился Забавин в 1963-м в электроуглях Подногинском, в юности много куролесил, в 18-летнем возрасте впервые попал на скамье подсудимых. Ногинский суд приговорил Забавина к 3 годам за хулиганство, в том же году он получил еще одну судимость, по той же статье, на этот раз на 2 года. В 1990-м Забавина осудили на 3 года опять же за хулиганство, а в 1995-м ему дали полтора года за похищение и незаконное ношение оружия. Через год в электроуглях Забавин был коронован тремя авторитетными ворами – Владимиром Савоськиным, Савоськой, Вячеславом Чуварзиным, Слава Зеленым и Олегом Шишкановым. Шишканом. Таким образом Забава стал полноценным участником Хасановского клана. После смерти Слава Зеленого Забавин был назначен смотрящим по Орехово-Зуеву. Сам авторитет активно участвовал в жизни воровского сообщества, его очень часто видели на сходках. Он короновал 10 стремящихся, среди которых были Цезарь, Толик Ногинский и Пионер. В 2009-м в электростале в третий год был задержан. При досмотре у него были обнаружены наркотики. Просидев пару месяцев в СИЗО, он вышел на свободу под залог. Чуть позже суд вынес в адрес Забавина довольно мягкий приговор. Три года услуганы, с испытательным сроком в один год, а также уплатой штрафа в размере 20 тысяч рублей. Это была последняя судимость Забавина на текущий момент. В настоящее время авторитет пребывает на свободе и продолжает заниматься криминальной деятельностью.